Светняя распродажа в танках онлайн. У-у-у, майкарибл. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам-бананчикам, и будем обсуждать одну очень интересную тему, такую как летняя распродажа. Два года подряд она проводилась, и что-то в этом году, видимо, пошло у разработчиков не так, они про нее просто-напросто, как я понимаю, забыли, вот, и решили сделать просто ультра-уикенд. Пара-пара-пам! Пью-пау! Вот такие, ребята, у нас новости. Но перед тем, как мы с вами начнем подробнее рассказывать об этой фишке, об этой теме, я вам предлагаю поучаствовать в конкурсе на целых 60 контейнеров, либо 60 ультра-контейнеров, либо можете забрать приз деньгами. Мне, в общем-то, все равно, потому что этот приз я у нас начисляю бабосами. Для участия вам нужно будет поставить лайк данному трюму, подписаться на мой канал, и в комментариях написать свой игровой никнейм, словом, участвую. И, ребята, самое главное, в настройке своего аккаунта поставить код автора Вайдера, и все, вы, как говорится, уже у нас на коне, и уже вы участвуете в этом мероприятии. Короче, открываем вот эту тему. За 2019 год, 8 августа. Кто не шарит, кто не понимает, с 9 по 12 будут проходить жаркие летние каникулы сначитываем программы развлечений, фонды праздничной, т explicit. В скидке 30 в магазине, 30 там летняя распродажа. Вау! Новая краска, цена на предложение РФ. 1500 рубасов. Еще у нас продавались, соответственно, вот такие вот штучки. Анимиированные, пользовались с успехом. Потому что у нас было в прошлом году тоже летняя распродажа. В танках онлайн. Мы карибел. Вот, короче, также у нас скидки 300%, праздничная активность, двойные фанды, коинбоксы, ультраконтейнеры, тематические миссии, набери 20 тысяч очков, набери 20 тысяч очков, о, ни хрена себе, какие-то там миссии были у нас, вот, но, как вы понимаете, в этом году у нас разработчики забыли про эту тему, забыли про эту штуку, вот, потому что кто не шарит, кто не понимает, ну, опять же, по моему рассуждению, летняя распродажа всегда проводилась в первую неделю августа, август у нас есть, недель, соответственно, у нас уже как бы нету, вроде как бы, и она у нас уже заканчивается, вот, и у нас ультра уикенд, на это все мероприятие, на это дело до 9 августа, и все, так, у нас, получается, будет новый режимчик, такие же у нас скидоны вроде бы действуют, да, а про скидки что-то у нас есть? Эх! Или это у нас в другой теме написано, что скидончики у нас есть, или все-таки у нас есть, так, подожди, я у нас же, не видел эту тему, лучше, поможете новый челлендж, рата-та-та-та-та-та-та, так, подожди, 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 не пудрим, блин, у меня на этом аккаунте нечего, да, посмотреть? А, то есть даже у нас никаких скидончиков не будет в этом деле, в этом мероприятии, да? Получается такая штука и такая тема. Ну да, я у нас нифига не могу купить, кроме как раз... А, я же могу эти купить. Да, не, у нас нет скидончиков сегодня никаких на гаражик. А в магазинчике, мэйби это у нас первый день в магазине что-то интересное. Хотя в магазине у нас должно быть вчера, да? Всякие скидончики в магазине. У нас здесь тоже скидончиков никаких нема. Блин, а может быть на МПК у нас скидончики есть? У меня что-нибудь недокачено на этом аккаунте. Вот, допустим, какой-нибудь... Во, вот, допустим, вот эта тема. И нет скидок у нас, соответственно, тоже нема. Получается, да, разработчики просто-напросто забыли про летнюю распродажу в этом году. Но, знаете, не шибко-то, если честно, и много потеряли в этом всем деле, потому что на скидки в 30% получить, как бы, с одной стороны, хочется, с другой стороны, мы, как бы, да, нафиг мне и не сдались, типа, ну, скидочки. Я понимаю, если бы летний распродаж такое прям громоздкое и очень актуальное мероприятие, типа, как Новый год или день рождения танков, где скидоны будут у нас 50%, то это да. Это было прям вообще зоргут, зорнайс, и я, соответственно, бы очень расстроился, если разработчики бы забыли про этот праздник и просто-напросто его не в пиндюрили в танке онлайн. Но, ребята, но, есть еще одно прекрасное но, которое как раз-таки подразумевает то, что мэйби на следующей неделе, в следующие выходные у нас будет как раз-таки та самая летняя распродажа, и после данного видеоролика вы понимаете, да, что нужно сделать там лайк, комментарий, и, да, да, чем больше лайков, тем, соответственно, лучше, и мэйби разработчики у нас на следующей неделе что-нибудь такое интересное и прикольное придумают. Хотя, у нас и так проходит, читай, каждые выходные какой-нибудь либо праздник, либо ультра уикенд, то есть, ну, ничего, в общем-то, такого сверх гениального у нас разработчики не придумают, типа, если нет никакой активности, значит, нужно у нас провести какой-нибудь ультра уикендик. В принципе, с одной стороны, это прям очень грамотная тема, потому что раньше для меня была всегда такая проблема и штука, в танк онлайн, что ты у нас заходишь в танчики, и в танках, ну, ничегошеньки нет, вот просто ничего интересного, никаких праздников, там, ни пятого, ни третьего, десятого, и ты ждешь этих всех мероприятий, как какую-то невменяемую свою подругу хотел сказать, но сравнение какое-то такое себе получилось. Так, ладно. Вот, и получается такая штука, что не совсем понятно, да, с одной стороны, вроде как бы, да, интересные такие штуки у нас начали появляться в танечках онлайн, типа, ультра уикенды, с другой стороны, всеми известные какие-то такие штуки, типа, летние распродажи, ну, которые уже, соответственно, проводилось два года подряд, как-то, ну, я не знаю, почему ее у нас решили не выпускать именно в этом году, видимо, видимо, что-то пошло не так в нашем мире, в нашем плане, разработчики решили, да, нафига, в принципе, запариваться с этой летней распродажей, когда можно просто взять и выпустить ультра уикендик и не париться вообще у нас особо ни о чем. В принципе, какая-то доля правды в этом всем деле, в этом всем мероприятии есть. Блин, кстати, да, я у нас сейчас зашел, получается, днем в танки-бананки, и действительно у нас чуваки катаются на Теслах, и прям, прям, ну, неплохо эту всю штуку, это все дело тестируют. Так, на тебе, минус тысяча шишот, мы тебе же бабахали. Это, конечно, не топчик, это, конечно, не то, что мне нужно, но да ладно. Блин, кстати, когда ты играешь с этим устройством, которым я сейчас рублюсь, иногда ты забываешь про такую штуку, что тебе нужно еще непосредственно стрелять вдаль и потом переключаться на какой-то другой режим, типа, типа я сейчас вам скажу. А что вот этот тот типок у нас там делает, а? Можно его оттуда выкурить? Ага, понимаю, его уже оттуда выкурил. Кстати, Тесла его оттуда выкурила. Так, Чпоньк, эх ты, что ты будешь делать, а, мой друг, мой любезный товарищ? Ты у нас практически меня спас от того, что я хотел забрать у тебя еще один килик, но ты его решил сам, да, себе загробаснуть. Ладно, я, в принципе, парень не гордый, я у нас умею и люблю делиться. И, кстати, да, по поводу... Если вас, допустим, парит и запаривает Тесла, вы надеваете от нее резист, и она прям работает практически на ноль. Как сказали в видеоблоге, я вчера у нас смотрел видеоблог, реакцию решил на него уже, ребят, не записывать, ну, потому что, ну, там такого ничего особо интересного и прям сфер гениального не было, поэтому я только пришел, он сделал, да, ну, нафиг его не будут записывать, ладно, там, пох с ним, и так вроде нормалдос. Но там у нас, получается, брат Касима сказал такую штуку, что резист от Теслы работает прям очень и очень хорошо, и это действительно так. Если какой-то чувак одевает от меня резистик, то, ну, практически с вероятностью в 200%, что я ему, ну, ничего такого прям сверхгениального и сверхопасного не сделаю. Это прям напрягает очень сильно. Я не знаю почему, я не знаю, как у нас разработчики решили допустить такую ошибку и такую оплошность, но факт остается фактом. Кстати, я у нас зашел не на первых секундах, а вроде как уже догоняю чувака, который у нас на первом месте. Так, это хорошо, это круто, давай тебе отправим еще одну плюшечку такую, распракрашенную, раскрасивую. Так, не-не-не-не-не, не, друище, я тебя, конечно, понимаю, что ты, наверное, хочешь там немножко повыпидриваться, меня убить, но нет. Давай-ка, пожалуйста, не в этом, не в этом, не в этом смысле ты ко мне будешь подлетать. Ну, кстати, чуваков у нас много катается с резистом от Теслы, и это, в принципе, грамотная и правильная вещь. Я бы на их месте абсолютно так же делал, потому что, ну, блин, а как, а как здесь у нас не покататься с резистом от Теслы, если Тесловоду прям реально в некоторых ситуациях бесит и разжирает. Допустим, такие донатеры, как я, которые приходят и начинается вот эта вот байда, жара. Мы сейчас тебя, соответственно, своей Теслой немножко покусаем, потом тебе что-нибудь такого больнючего и прям неприятного сделаем. Не-не-не-не, друище, я, конечно, все понимаю, но вот этой темой я понять не могу. Какого фига ты ко мне подходишь? Блин, а может быть, вот это вот... Эх, ты, блин, ну, чувачел, что такое нас замутило? Я тебя хотел красиво подстелить своим шариком, а ты мне не разрешаешь и я того сделать. Так, ну что, как ты замансил-то? Блин, ну, шариком нужно... Ух ты, нифига себе, чувак, на... Смотрите. Обогнал? Как он, ну, ты это делал? Он на чем играет? На Тесле тоже. Кстати, чувачел, у нас тоже играет на Тесле. Красного, 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 база, розиру. Браза, браза, розиру. Так, ладно, ты у нас решил по полной программе, как говорится, отдалиться от меня, не дал себя убить. Но, чувачок, на вот этом месте, на первом, прям моему превосходству, может даже не обгонять, ему позволить занять первое место. Потому что, ну, с вероятностью в много процентов, что я хотел сказать, его обгоню. Вот, но сейчас что-то я начинаю уже в себе сомневаться. Хотя это очень плохая, знаете, черта, не нужно себе никому разом сомневаться. Может быть, кстати, он там у нас немножко подстилил фраги и довольно-таки все неплохо сделал. И все-таки обогнал меня, да? Чувак, смотрите, в 1400, сколько-то там с копейками ГС, взял и обогнал меня. Красавчик, 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 базара 0. Так, ну ладно, мы, как говорится, с вами тоже, знаете ли, не пальцем деланы, поэтому тоже можем показывать. Я вообще не с самого начала зашел, поэтому не надо мне тут вообще рассказывать и говорить. Ладно, на этом с вами, ребята, мы будем прощаться. Как вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok